приветствую тебя любитель шестой цивилизации это продолжение моего ффа сериала в дополнении райзен фолл в котором я играю за мапуча против семи соперников и все нации как раз из дополнения зулуусы шотландцы корейцы кри грузия монголы и нидерланды если вы не видели первую серию то рекомендую перейти именно к ней всегда лучше начинать смотреть с самого начала ну а всем остальным приятного продолжения просмотра на гимке в столице было 200 литров пресс-слава банда на это так себе было но и лицебона кстати так себе бонус давайте возьму на один ход посла первый посол отправленными город государства дает 2 пух и 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 интеркоммерции завершён, встроен рынок. Блин, у меня что-то денег дофига, надо бы рабочих купить тогда. Ну извини, он со мной в союзе. Он это уже не изменит. Он союзе кончается когда-то. Ну ближайшем будущем, имею ввиду. Кур, тут твой союзник и брат решил со мной повоевать, а ты меня про арч. Так, какие у нас тут возможности... Ты вон за своими друзьями сначала посмотри. Доступные пути. Доступные пути. Как-то не слышу из того, что спросил кие друзья. Ну вот, курдизазу 9. Всё мне выгоднее карча отправлять. Пивен, мапу, Микисев, Вацик. Странные губы. Торговец. 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 Так, bunlar. Расп 움тес. Торговец. Торговец. И строить, но в спокойствии, один измерен от граждан, в войне от врага от врага. Стало 70 до 4. Ну, больше не дало, но я сейчас еще отправлю караваны, поэтому будет норм. Так, у меня уже один источник селитры есть и два. А, даже два есть, отлично. Этот можно вон еще обработать. Так, надо полечить, постой. Все, валетта побеждена. Что за баг был сейчас? Меня выкинуло из границ собственного города. После того, как я его захватил. Очень интересно. Поехали. Ух! Продолжение следует... 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 Ммм, где-то ходов пять уже точно прошло, даже больше. Так, что я могу тут построить? Зал приемов, плюс одно удовольствие, четыре жилья в городах с губернаторами. И дает плюс один губернаторский титул. Храм предков, при подготовке поселенцев производство увеличивается, и новые города нет. Это уже поздно. Захват вражеского города увеличивает. Нет, это стал приемов надо строить. Миллиард лет не использовал карточки всякие типа ветеранства там еще. Конечно. Храм-кают. Да, 18 очков великих людей, за наук он кучу компусов уже построил. За каждую сильную клетку с горами 250. Все, тут может его бахнуть вполне. Торговые пути за рынки чертаются из Майки. Да, теперь надо не просто район построить, но еще и рынок в нем. Что в некотором смысле и логично, и правит баланс. Странно было бы, чтобы торговцы просто, вот у вас вот райончик есть, а рынка никакого нету, чем торгуете не знаю. Так, мне в поленки надо будет проложить торговый путь. Не, ну музыка уже лосов просто шикарная. Чуть я отстаю, они все уже в возрождении. Дипломатическую службу открыли. А, или в торговую республику. Ну сейчас я тоже буду. Правда. Будем прийти, где мы начали, и знать место для первого раза. Так, берем торговую республику. Это убираем, это оставляем. Слушай, ну есть другие игроки, мне кажется, что вы ко мне-то приставили. Там он Леша и его сосед. И у них, по-моему, тоже союз. Да еще и, скорее всего, он, а нет, культурный, по-моему. Ну, в общем, который пусть, этого не важно. Экономику. Бонусы от соседства кампуса берем. Денег мне хватает. Строители на два больше. Либо плюс два к жили во всех городах с тремя и более. Давайте вот это возьмем. Так, а что в войне? В войне просто содержание юнитов уменьшим. Отлично. С каждой библиотеки по наукам. Ускорили массовое производство. Ускорили массовое производство. морская служба посол лишний и два хода ими быстрее поменять вот эту дипломатическую лигу надо будет поленки что хочет торговый похида кэш очень долгие чет я очков набираю реально процентов на 20 больше чем надо а потом в итоге темные начнутся потому что взять принял и не но они все равно сохраняются эти очки я я как не старался берут против при игре с компьютером так и не получилось в темный век свалиться даже не задумываясь там об очках особо не у меня получалось но не вот не в ранних там а где-нибудь промышленной эре вполне можно у меня там в промышленной эре какой-то я брал по моему что бочки эпохи шли за строительство зданий эры как-то ну слушай кур я не буду на тебя нападать но а апостолов то своих убери отсюда или он как бы скажешь или придется на так у золуса так все ну да вот смотрите тбилиси и цхуми где грузина вверх можно было расселяться сколько угодно фига он решил ставить сухуми в сторону ну вообще ладно ставил в сторону это еще более менее понятно ну а вот шотландцу реально негде ставить поэтому давай тогда подпишем дружбу я распространяю раз так это как бы я написал ну там смысл в том что если он я же не уверю типа если он так сделает хоть раз больше таких с вашим что-нибудь эти корпуса ранее корпуса и а в каком цивике корпуса у заусов наемник это вообще вот это реально очень такой такой доглахин они же еще и сильнее кстати грая ты а вот истекает союз можно посмотреть а дружба где посмотрите посмотреть костяка цельства там вот во вкладке союзов дружбу подожди вот тут написано текущий союз уровень союза где написано к он истекает истекает через девять годов текущий союз то ли я слепой то ли я чё-то не понимаю написано вот военный союз а все увидел я слепой я прозрел на чужих континентах блин чудо для губернаторов на чужих континентах и 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 Так, а что я тут взял? Ну, первый посол отправлен, это да, плюс два к жилью, бонусы от соседства кампуса. Блин, тут еще надо камень собрать. Блин, мне нужно... Надо на этих, на самом деле, рабочих взять карточку на рабочих, и чтобы они лишние действия делали. Потому что у меня и так нехватка жилья, а тут надо кучу ферм построить. Может, и квидук сделать. Так, как строитель строится, я их куплю еще, конечно же. Так. 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 просвещаемся земля плоская там уже сейчас этот бунт идет или уже отошла эта тема я как не сижу да кстати американцы там научная победа близко на марс полетела там же пока только машина вверх сказал близко осталось жилым отправиться победа новые строители на два действия больше арчи . он делает на столице совместно развлекается а ты мы его не видишь подожди дай посмотрю там значок какой-то слушай у меня прям значок шпионов столицы да там при общем обзоре показывают шпионов я более того скажу что и я вижу шпионок кри понятно то есть он явно в улунде сидит да да ну что контрразведка да 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 такое палево да у уезжаю тупо мне на этот источник и поищем зачем давайте вылим мапу назначим чтобы быстрее клетки захватывал что джилья так много ладно театральная площадь надо делать а это почему я тут эти стали сидеть плюс четыре боевые мощи плюс один шпион давайте шпионов интересно мне придется видимо основать свою религию а потом выжечь выжечь ее инквизиторами другой или или миссионерами так можно будет интересный вопрос мой торговцы купил случайно строителя хотела идти вот тут собрать камень минут пока мне это дополнение нравится и то что не сетевой игру лицем и сколько сыграли никто не вылет никто из его игру сделали намного стабильнее да вот это действительно крутых на дополнение надо есть за два дня ну конечно может уж если ты проиграл там больше тысячи часов в оригинале ну я вот судя по карте то что я вижу тут конечно шотландцу больше всего не повезло то есть он получился просто его столица очень близко от обоих столиц грузии и зулусов зулусов если зулусы грузин могли еще как-то по-другому развиваться не завод даже даже если бы там грузин не нападал бы на шотландца ничего бы сделать вот что ему делать в принципе не ему самому надо было нападать но не на меня как он говорил потому что на меня это в центр континента это неправильного а вот на грузию на а вот ты где сидишь я думал в столице где-то ах ты гадная ну тут уже довольство под заканчивается постепенно 16 14 15 великий ученый 500 науки за каждую клетку с чудом природы по соседству так пророк торговец будет с устанавливал посольство чуть чуть увеличилось ускорение союза да кстати а вот у нас торговлю ресурсами ничего не дала видимо только торговые караваны и даже их количество не влияет достаточно один отправить второй третий ничего не дает надо вообще к монголу тоже отправить караван караван да тут нам доступно все одинаково в нанмадол в нанмадол а только в нанмадол ну хоть до нанмадола отправлю внутри городов у меня так к моим городам арчи отправляет и так понять куда я хочу двигаться дальше потому что немножко 4 золота 4 золота от торговых путей сначала просвещение все еще и средневековье ах нормально мы должны быть там до 1496 года или до какого все все вообще нормально так вот тут надо вырубить лес и ферму поставить вообще ферму все заставить фермами будет такой город расти ну в индустриализацию все равно надо хотя кри уже в промышленной эре уже кавалерия явно по . . . окей так и что делать? вообще не могу принять посольство обуганулась могу религиозный все-таки куда идти? ну не знаю, мне хочется в индустриализацию я, слава богу, в таком положении, что можно об армии не беспокоиться пока тем более еще союз с соседом я вижу его территорию, вижу что он делает пока так сидим так, здесь заканчивается шилье вообще тоже нужны а вы как поступаете? всех скупаете губернаторов? или все-таки на каких-то делаете упор на прокачку? не, ну я больше трех никого не прокачал еще не, ну как бы ты берешь все что надо у конкретного губернатора потом берешь следующего ну как, ну вот есть например многие бонусы над городами в наличии губернаторов в городе просто взять вот губернатор в город то есть что прям вот важно прокачать в самом начале в начале есть два хороших ну на мой взгляд это промышленный который и который строит районы я пока не знаю какой лучше то арчи меняет мнение уже второй раз по-моему не, Магнус точно Лиан и Магнус это два лучших для начала а вот в какой последовательности их братья и как качать это уже надо разбираться примат папы в религиях то поменяли он теперь дает 200 религий за каждого отправленного посла в данную габешку так тут рабочего прикупить и 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 с и и у догадались, что здесь расползание, ну, сделали, поменяли развитие в игре, что можно и в высокие империи теперь играть. Курдизаз продолжает в расползании все маленькие города. У меня какая-то смесь получается пока. Ну, я сейчас построю фермы, я думаю, что вырастут, побольше станет все. Все, нормальная эра у меня началась. Золотой век будет у Арчи и Чаки. Темные века в Нидерландах наступили. Мы с Арчи опять в золотом. Точнее, я свалился в золотое из героического. Ауку нормально просил. Там, брать, либо торговый путь. Или ты не брал Арчи этот? Брал, брал, но он просел у меня. Да, что-то сильно. Я тебя вообще почти догнал на тот момент, а теперь снова 40, разница. Леш, ну, с моей клетки-то уйди, пожалуйста. Купил ее, да? Нет, присоединилась. А! ну такие торговые пути мне нравятся в плюс 3 взял там лучшее что можно взять 24 голубые души это хороший право ясно я с тебя что-нибудь имею всего 4 но равный обмен не вообще я имею с каравана 3 плюс 2 еды плюс 2 производства плюс 2 денег и плюс одна культура из каждого каравана наш какой караванами к себе 4 и еды 3 промки 24 золота одну науку и две культуры это один караван такой это один караван к себе на а ты три каравана но уже три сейчас все отправлю к себе сколько еще раз науки она науки две культуры а культура за союз ну да культура за союз да у меня к тебе не такие крутые а вон скоро через три ходика еще голтишка подъезд ну как раз по танк ну муж не надо зачем всех убивать эти в пикун лапу а убьет у меня тут скаута к сожалению так надо уже будет послов в стокгольм отправить акте чего в поленке решил ну да в этом есть смысл уж стогольм не нашел никто а поленки хочет торговый путь я когда закончится такого пусть в карфагене а где карфаген а вроде 86 хода кажется уже вечно сыграя еще не убили скаута ну убьют к сожалению а Великие люди у нас, торговец, я его вполне возьму, инженера вряд ли, вот этого ученого я бы хотел взять, у меня есть семи эти две клетки, то есть я хорошо получу, поэтому давайте исследовательские гранты. Стоп, подожди, а где-то я? А, ну там, в столице. Я открою это, чтобы пикинеров улучшить. Раз, два, три, четыре, нет, буду тут ставить, к сожалению. Хм, хм. 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 Аرة! Да-да-да, буквально кей ребенку и женщине, охот Comment, дрательно, чтобы зараные миллионеры три тр飯овые изверхи, И отводил дно, у меня есть 50 гр pembe. Какая, надо один неприспровอair в городе команда. уже строитель 250 монет стоит это я вам хочу сказать дороговато так чай и янтарь серебро слоновая кость линолиха так все больше ресурсов ни у кого взять михаил там этот договор предложение кинул нет это а сейчас предлагает я нажимаю и не работает мне пожалуйста заново пришли ух ты сам может давать и пришли хорошо уничтожие разведчика грейк чудо строительство ударился на чудеса кто-то проект но отлично только эти ресурсами кидал торговать что сейчас Так, это куб. Во, в поленке наконец-то. Отлично. 6, теперь с универов имеем науку. Блин, что за лошади? Что я вовремя рабочего использовал? Что я вовремя рабочего использовал? Что я вовремя рабочего использовал? Что я вовремя рабочего использования? Я вовремя рабочего использования. Честно сказать, с таким таймером играть комфортнее. Что-то все культурные ггшки вы позахватывали. Блин, Леша, что там варвара справа? Да, я видел. Что-то вовремя рабочего использования. Что-то вовремя рабочего использования. Может, библиотеку построить? Нет. Нет, нет, нет. Театральную площадь. Ладно, устроители пока. Потому что надо театральную площадь на другой клетке строить. Ух! Они не работают. Ух! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 да я химию просто спер у кого-то 18 жителей в городах так я вот тебе что и рассказывал грейд про эту вот только ящик этот мой фэйл с виктором они должны были раньше быть уже такие но это именно за этих индейцев у них торговый путь во первых во вторых еще там за скот плюс письм на 17 рыцарей 5 армий приблизительно еще и второго уровня сразу ждут нас темные века театр так пойду в археологии в археологию культуру вот это все особо не буду беспокоиться что-то меня кто-то напасть может арчи там около чхун чхона скаут варварский может его убьешь а тут он караванчик как раз бежит в чуму и чхон может быть разграблен возле где верхний город самый верхний твой город все поехали арбалет хочу не рыцари так по дорогам то же самое привяжет нет не то же самое тоже театральная думаю ну гавань я точно не хочу здесь строить плюс три посла если вы сюзерен город государства город скиллова кисева не получает вау служите а магнуса вот это последняя операция очистки которые это получается все промышленные зоны как раньше было побудут на этот город на дам вот для твоей страты это как раз идеально помню вот я в столице его и перевожу уже что там последнюю матмуса сейчас получить в найденной руинке плюс к опыту от всех прикольно да это кстати прикольно раз два три 4 5 6 да вот от этой промышленной зоны точно будет работать надо значит в пивен мапу все-таки построить вот здесь например промышленную зону у меня тут комментарии к моему видео против компьютера человек пишет появление антона стрейнджера худшее что могло случиться с игрой он создал самое ужасное дополнение из всех которые я только видел уничтожил самую лучшую игру изнасиловал баланс в игре он перечеркнул все то что годами создавал его великий предшественник эд бич без сомнения гениальный прерывался я тебя прослушал ну извини антон стрейнджер не профессионал и вредитель замена главного эд бича на стрейнджера была самой большой трагедией в моей жизни я буду мстить ему до конца не знаю правда как он будет мстить вот список негативных изменений во-первых кривой баланс военные нации мапучи зулусы монголия сильнее в два-три раза чем нации которые были до этого такие нации как корея нидерланды слабее в два-три раза дополнительно монголия за торговый путь получает плюс 6 боевой мощи еще три за делегации если изучена книга печатания дальше уничтожен баланс правительств бонусы правительств испорчены лояльность теперь нельзя строить города далеко от своих и близко к городам соперников новые юниты дальнего боя кешики спецназ такая же чеч... чечня хотел сказать... чечня как лучники на верблюдах союзы теперь не дают общий обзор большущий минус золотые темные века сильные становятся еще сильнее слабые слабее ну в общем такое ощущение что человек не играл ну короче профессионал который не играл но я уже видел такие которые я помню у тебя там в комментариях один хайл на шестую ЦУ типа никаких механик новых ничего там нет ему перечислил там корпуса ну все вот эти вот новые он просто даже не нашелся ответить ну такое чувство что писал комментарии не играя просто... ну я не знаю но если человек пишет что Эд Бич гениальный то есть ему видимо Ванила 6 нравится а я не очень понимаю что вот прям в этом дополнении прям так исковеркано ну нации сильные возможно Золусов ну не знаю ну не стоит то он с другой стороны то есть ну ФФА он выносит ближайших предположим и дальше то он не пойдет но все равно наверное не очень приятно иметь в соседях Зулуса когда особенно если он выходит в наемниках в корпуса вы так и сидите наравне предположим а тут у вас у него корпуса пошли что тебе делать а Эд Бич это кто? ты главный геймдизайнер шестой силы а типа он... он ему мстить еще собрался? да не ну как кстати отбиваться от Зулусов то если в одном городе то сажаешь твоего Виктора как бы один генерал тебе нужно обязательно не нормально и остальное ты от укрепления получишь то кстати да вот этот Виктор он очень сильно если вармонгер на тебя идет просто там и гарнизон повышается уже и город мне взять стены построишь вообще вон там в начале вот этот раж будет зря наверное просто самое главное что он лучникам дает по плюс пять вот это очень сильно сейчас тут еще фабрику надо будет купить что он испугался разведчик тут кто какой разведчик а варвар уже забыл но все равно он там бегает там где то лагерь варвар видимо он сверху еще будет так амфитеатр построим давайте археологические музеи везде ну с наукой все более менее грей стокгольм отправляет что все стокгольм дает да да нельзя его терять ни в коем случае это классный город-государство кордезаса ты религии что ли хочешь победить? что там что там что там у него за религия хотя бы храм и святилища плюс два золота за каждый город военный юнитик изовых дружественных городов и стопы загляните на console war.ru воспользуйтесь кодовым словосочетанием Леша играет а на этом пока все продолжение надеюсь появится завтра спасибо что застряли до конца я Леша Халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы смотрели до конца видимо оно вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры